В повестке форума не только ключевые вопросы развития международных экономических отношений, но и вопросы защиты окружающей среды. Символично, что открытие главного делового события страны совпало с Днем Эколога, который в России отмечается 5 июня. А сегодня участники обсуждали экологические горизонты до 2030 года. В одноименной сессии принял участие сенатор Александр Двойных. Сейчас он выходит с нами на прямую связь. Александр Владимирович, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Какое влияние на экологию, по-вашему, оказывает современная геополитическая ситуация, которая характеризуется турбулентностью в экономике, недоверие между государствами? Конечно, негативную, потому что тема экологии, климата имеет очень широкую географию и, естественно, требуется взаимодействие государств. Мы принимали участие в целом ряде международных площадок и видим, что тема климатическая, экологическая некоторые страны пытаются политизировать. При этом хочу отметить, что Россия последовательно выполняет все взятые на себя обязательства. Мы как раз всегда совместно с Китаем, с Индией настаивали на технологическом нейтралитете, что не надо пытаться использовать тему экологическую для решения других экономических, геополитических задач. И здесь, конечно, Россия является таким крупнейшим стабилизирующим участником на этом рынке. Но, естественно, текущая геополитическая ситуация не способствует выработке совместных решений и эффективной работе. Но при этом Россия со своими партнерами на сегодняшней площадке, это очевидно, вырабатывает решения в интересах населения своих стран и для стабилизации вот такой климатической, экологической повестки в мире. Президент поставил задачу в два раза сократить объем вредных выбросов в атмосферу. Как реализуется это поручение и в целом экологические инициативы, о которых говорил Владимир Путин? Задача поставлена была очень четко. Для этого предприятия, которые несут большую нагрузку на окружающую среду, должны будут снижать объемы выбросов. Для этого есть система мониторинга. Также предусмотрены и штрафные санкции. Что очень важно, у каждого такого предприятия есть и будет актуализироваться план по снижению этих выбросов, поскольку здесь важен конечный результат, а не сам процесс установки того или иного оборудования, тех или иных фильтров. Жители страны интересуют конечный результат. Это чистый атмосферный воздух. Более чем в 40 городах такая программа сегодня уже реализуется. И очень важно, чтобы не только предприятия, не только жители, а и регионы совместно чувствовали эту общую задачу и делали все, чтобы этих результатов достигнуть. Также в послании федеральному собранию Владимир Путин поручил создать систему мониторинга качества окружающей среды. Поясните, зачем нужна эта система? Во-первых, она нужна для того, чтобы оперативно понимать, какое состояние окружающей среды, нет ли нагрузки дополнительной на население, нет ли резких выбросов. Во-вторых, это делается для того, чтобы данная система работала и публично, поскольку у каждого жителя нашей страны есть неотъемлемое право на благоприятную экологическую обстановку. Каждый житель должен иметь возможность видеть в режиме онлайн состояние атмосферного воздуха в своем городе и видеть результаты тех бюджетных инвестиций, которые сегодня государство вкладывает в улучшение экологических стандартов. Также мы должны видеть эффекты от тех денег, которые вкладывают отечественные предприятия в систему очистки воздуха и снижения загрязнений, поскольку, как показал опыт, естественно, низкое качество атмосферного воздуха влияет не только на состояние здоровья наших граждан, но и влияет на социальное самочувствие. Поэтому система мониторинга является неотъемлемой частью выполнения тех задач, которые сказал президент. Это достаточно большая объемная работа. Как она идет? Она идет активно. Мы видим регионы-лидеры, которые включили в свои региональные программы целый ряд инструментов, которые позволяют этих достижений добиваться. Сегодня на площадке форума обсудили и инвестиции в циркулярность, то есть это воспроизводство ресурса, это возможность извлекать полезную фракцию из отходов, которые образуются на сегодняшний день в стране. И видим, что это тоже позволит улучшить экологическую ситуацию и конкурентоспособность нашей страны. В мире формируется устойчивый тренд в дефицит ресурсов, хотя наша страна ресурсами производственными обеспечена намного лучше, чем другие страны. Но это не повод не извлекать полезную фракцию, это не повод не увеличивать эффективность и конкурентоспособность нашей страны. На эту тему сегодня поговорили на площадке и с регионами, и с крупными предприятиями. Надеюсь, выработали хороший план работы до 2030 года, поскольку этот горизонт сегодня обозначен во многих экологических проектах. А какие еще интересные предложения в сфере экологии звучат в эти дни в Петербурге и находят ли они поддержку у власти и бизнеса? Неотъемлемая часть нашей дискуссии – это тема ТКО, она волнует регионы. И граждан нашей страны здесь вырабатываются решения по донастройке системы, чтобы каждый житель мог увидеть ее результаты. Здесь мы обсуждаем состояние наших водных объектов, поскольку это было не только в послании президента. Мы чувствуем колоссальный запрос от жителей нашей страны на чистые реки, чистые озера. И традиционно Петербургский экономический форум является площадкой не только дискуссионной, но и для выработки решений. А нам, как законодателям, важно смотреть, какие законодательные существуют барьеры для реализации этих программ. Посмотреть, что не хватает, что нужно донастроить. Мне кажется, здесь всегда формируется такая правильная дискуссия, где не срезаются острые углы. И при этом все участники процесса настроены на выработку эффективных решений, но и в конечном счете на усиление конкурентноспособности нашей страны. Александр Владимирович, благодарим за то, что ответили на наши вопросы. Удачного продолжения работы на форуме. С нами на прямой связи из Санкт-Петербурга был сенатор Александр Двойных.